В начале 90-х журнал для представителей Avon получил название Focus, но не от того, что там какие-то фокусы показывают, а от того, что там он предназначен для того, чтобы фокусироваться на каких-то важных вещах. Появилось спецпредложение на каталоге. Тут можно было что-то вырезать и склеивать книжечку про косметику. Такой элемент коллекционирования был. Тогда был рост популярности Avon. Было несколько сот тысяч торговых представителей. Вот Анна Марычева тогда начала работать в должности старшего тренера. Кстати, вот интересная такая таблица с цветочной картой духов. Периодически появлялись новинки. Ну, в общем, как говорил директор по маркетингу, мы все время изобретаем помаду. То называли ее там 200% света. Появлялся каталог таких аксессуаров для представителей. Сумочки, записные книжки какие-то. Подставки для мобильных телефонов. Была благотворительная программа против рака груди. Были конкурсы с поездкой в Египет. Пользовались популярностью шампуни, пены для ванны. Антивозрастная серия была. Для детей товары были. Пользовались популярностью товары для ног. Чуть позже появились аксессуары в виде сумок и так далее. Немножко был эксперимент с одеждой. Но очень сложно было споленозировать спрос на нее. Поэтому отказались. И потом эту нишу занял Wildress. Как вы знаете. А вы были представителем мейла? Тогда у нас был директор отдела прямых продаж. Ференц Дерр. Он приехал из Венгрии. Сейчас нынешний президент в Венгрии, Орбан, похож на этого Ференц Дерра внешне. Смотрите, вот такая конференция новогодняя. Вот лучшие сотрудники. С многими из них мы работали. Потом Елена Старкова стала генеральным директором. Конференции проводились там раз в квартал, на которые приезжали менеджеры со всей страны. Ну, там 200-300 человек. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.